Кто хочет гарантированно пышное цветение, выбирайте просто мультифлоры. У этой мультифлоры конкретно это первое домашнее цветение. Смотрите, как она замечательно выглядит. Цветок сам по себе очень-очень красивый. Ветки, смотрите, сколько здесь гроздей просто вот этих бутонок. Ветвится, будет шикарное цветение. Сейчас покажу вам ее название. Это азиатская орхидея, как я вам сказала, это ее первое домашнее цветение у меня. А вот на фоне стоит стандартная орхидея. Это у меня орхидея Торина. Спрашивали у меня недавно, когда я выложила в социальных сетях эту орхидею, подписала мультифлора, чем она отличается от стандартных орхидей. И вот покажу вам, знаете, наглядно. Она будет лучше. Вот две орхидеи. Орхидея Торина и моя новая азиатская орхидея. У мультифлоры вот эти цветы по величине, они всегда меньше, нежели у стандартного фаленопсиса. По размеру я имею в виду, ну вот видите, они до 5 сантиметров. Обычно где-то 3-4-5 сантиметров здесь в диаметре вот этот цветочек. Может выпускать мультифлора, кстати, стрелки из грунта. Не часто, но у меня были такие мультифлоры, где вот прямо из грунта идут стрелки. Потому что, знаете, у стандартных фаленопсисов всегда стрелка идет где-то из пазух листьев, вот здесь. Мультифлоры, да, как говорят некоторые у меня из грунта, пошел расти цветонос. Да, у мультифлоры конкретно так может быть. Кроме того, мультифлоры, они очень хорошо ветвятся, причем с первого цветения. Видите, вот веточки идут в разделение, здесь веточки. А здесь только одна ветка и никаких разделений, никакого ответвления здесь нет. Мультифлоры очень часто доращивают вот этот кончик цветоноса. То есть орхидея цветет, цветет, ее цветение длительно за счет того, что этот кончик продолжает свой рост. И поэтому орхидея постоянно доращивает, доращивает цветонос. Скажу сразу, у меня именно в стандартных орхидеях такое очень часто бывает. Например, моя орхидея дикий кот, который цветет у меня практически год обычно. Ну, сколько, последний раз, наверное, 9-10 месяцев было. И потом она доращивает вот этот цветонос. Вот кончик хочу найти, стандартная орхидея. И вот этот кончик, он продолжает свой рост, и орхидея дальше цветет, цветет, цветет. У стандартных орхидей такое тоже достаточно часто бывает. Но у мультифлор это практически всегда. Листья у орхидеи, видите, выглядят как у стандартного фаленоптиса, имею в виду по размеру, так и у мультифлоры. У мультифлоры обычно 5-8 листов, а потом происходит такая ситуация, что растет новый лист, и старый лист в это время отсыхает. Не пугайтесь, если у вас орхидея мультифлора, это нормально. Мне бывает, пишут в комментариях, что у орхидеи как только растет новый лист, старый сразу же высыхает. И все время это происходит только с одной орхидеей. Я спрашиваю, у вас мультифлора? Говорят, да. Ну все, тогда расслабьтесь, это нормально. Такое может быть. Ну и, конечно, для мультифлоры свойственно это длительное цветение, в отличие от стандартных фаленоптисов. Скажу так, это больше теория. На практике и стандартные вот эти вот фаленоптисы, особенно взрослые, хорошие растения, вот покажу вам, они цветут тоже очень длительно и постоянно. Вот эта моя орхидея, она постоянно, вот я вам показываю ее круглый год в цвету, она постоянно цветет. Поэтому с этим фактом я бы даже поспорила. Но то, что орхидея смотрит замечательно, хорошо, да, конечно, это есть. Смотрите, насколько красивый фаленоптис. Выбирать стандартный фаленоптис, либо мультифлорки, тут кто что любит, кому как нравится. Вы знаете, что я очень люблю стандартные фаленоптисы, а именно крупноцветковые. Я люблю, чтобы были крупные, крупные цветы у фаленоптисов, это мои любимые. Мультифлора, понятно, с одним цветочком особо смотреться не будет. Здесь даже когда начала распускаться ветка, я выложила в социальных сетях первый цветок и написала, пока особой любви не испытываю. Но вот знаете, сейчас, когда цветов становится все больше и больше, она мне нравится. Я вам показывала орхидею каменная роза и говорила, что настолько самодостаточен сам цветок, что даже когда есть один цветок уже распустился, это красиво и захватывает дух. У мультифлор у меня все-таки, когда много цветов, тогда мне нравится. По одному я не могу сказать, что мне очень нравится. Хотя, понятно, цветок просто произведение искусства. Но вот шикарно, красиво. Вот это может придумать только природа. Но очень красивый, конечно, здесь цветок. Поэтому посмотрим, знаете, может быть, вот после этого моя коллекция мультифлор, она и пополнится. Но посмотрим, как получится. Потому что сейчас у меня достаточно приобретено азиатских орхидей, просто они еще не цветут, которые именно мультифлорки. Еще хочу обратить внимание. Смотрите, здесь на цветоносике, я думаю, хорошо видно, есть липкие вот эти вот капельки. Вот, по всему цветоносу. При этом на листьях, сразу обращу на это внимание, ничего нет. Это нормально. Если у вас цветущая орхидея, без разницы, стандартный фаленопсис, мультифлора, мы говорим просто про фаленопсисы. Если во время цветения на цветоносах, вот так, ваших фаленопсисов появляются липкие пятна, не пугайтесь. Все нормально. В народе это называется нецветочный нектар. В природе орхидея выделяет вот такой нектар, чтобы привлекать диких насекомых, чтобы произошло опыление, размножение. Помните мои видео, где я вам показываю часто, как опылить орхидеи, чтобы получить семена и вырасти детки орхидеи? Мы берем вот эту вот пельцу, вот желтенькая, она как раз хорошо видна, и опыляем орхидею. А в живой природе это делают насекомые. И вот, чтобы привлечь этих насекомых, орхидея вот так выделяет вот такие липкие капельки, чтобы привлечь насекомых. Это нормально. Ничего с этим делать не надо. Вытирать не надо, чистить, смывать. Ничего делать не надо. Вот это моя орхидея тарина. Она достаточно новая, я вам показывала, что у меня была прошлая. Я ее настолько полюбила, что когда она у меня летом сгнила, я приобрела себе новую. Вот она, видите, цветет на каскаде. Замечательно, тоже хорошо цветет. И хочу обратить внимание сразу про полив орхидеи. Что касается цветущих, как всегда, есть теория, есть практика. Теория. Мы начинаем поливать цветущие орхидеи удобрением где-то через 2 месяца после того, как орхидея начала цвести, когда раскрыты все бутоны. Вот эта орхидея магазинная обычно советует вообще не поливать удобрением. Я скажу вам сразу, я эту орхидею удобрением уже поливала. Причем даже в полной дозировке. Поливала другие свои орхидеи, в лейке оставалось удобрение, и я ее полила. Это, кстати, было, наверное, уже недели 2 назад. Все хорошо, орхидеи цветы не сбросила. Поэтому я цветущие орхидеи, но когда уже полный распуск, поливаю удобрениями, но обычно уменьшаю дозировку. Первый раз там в 3 раза, второй полив там в 2 раза, третий где-то тоже в 2 раза больше. Стараюсь не переусердствовать, хотя вот здесь полила, и все нормально. Смотрите, вот эта орхидея у меня полита в новой, в покупном грунте. Вот видите, еще детские листочки здесь вот такие, их надо вообще снять. Никакой роли они не играют. Видите, лист уже даже позже у тел один. Но эта азиатская орхидея, она еще растет вам в хуй. Сейчас я вам ее достану и покажу. Так, вот так она у меня выглядит. И хочу показать, как я такие орхидеи поливаю очень быстро, удобно, и вы точно не зальете под шейку. Просто берете грушу, воду, вот я подготовила, это моя простая теплая водичка. Набираете, и вот так по краю горшка, у меня вытечь ничего не должно, я буду медленно просто лезть. Вот так, смотрите, по краю горшка я поливаю. Очень удобно, можно даже не доставать из кашпо, в которых стоят эти вот орхидеи. Прям так поливаю. Вот таким образом набираю. Ну что, потечет? Ну видите, назад все впитало, вот только что вышла водичка, и назад орхидеи это впитало. Это свойство именно орхидеи, которые растут вам такое часто. Много я не лью. По чуть-чуть эту орхидею хожу и поливаю. Ну вот такая красота у меня сейчас распускается. Сейчас поднимем, ну чуть-чуть буквально, видите, мокрого. Надо с обратной стороны тоже эту орхидею полить. Видели, я мох смочила так, с одной стороны, сейчас с другой тоже. Кстати, оно у меня стоит вот здесь на окошке. Окошко периодически открыто, ну, наверное, целый день, даже иногда и ночью. Орхидеи цветы не сбрасывает. Я решила, уже будет, что будет, потому что убирать орхидеи некуда, а проветривать помещение тоже надо. Нормально держат цветы новые, распускают, ничего не происходит. Хотя вы знаете, что бывает, что орхидеи сбрасывают цветение, вянут цветы на сквозняки. Но я заметила, если их приучаешь изначально, вот у меня орхидеи, которые стоят на окне, все нормально, я могу проветривать помещение, ничего они не сбрасывают. Так, и с обратной стороны, видели, полила, растут корни, видите, вот в стадии роста как раз, ну что, немножечко. И вот так возвращаю. Ну, это я вам достала показать, я говорю, обычно это я все делаю в кашпо, я даже не достаю эту орхидею из кашпо. Вот такая у нас разница между стандартными орхидеями и фаленопсисами. Вот такое пышное цветение меня ждает. Покажу эту орхидею обязательно, когда будет полный распуск ветки. Я думаю, что это будет просто шикарное цветение. Пишите, какие орхидеи вам больше нравятся. Стандартные, либо мультифлоры вы любите, либо и те, и те есть в вашей коллекции. Ну, а кому актуально? Писали вопрос, как ухаживать за азиатскими орхидеями после получения, как их адаптировать к нашему микроклимату. Ссылочку сейчас оставлю в конце этого видео и в первом закрепленном комментарии. Переходите и смотрите. Пока-пока. Пока.